Исторические зарисовки, портреты ветеранов, российские победы в спорте и медицине, тематикой участников художественного конкурса профессионалов-любителей не ограничили. Свыше 300 работ самодеятельных авторов оценил экспертный совет под председательством скульптора заслуженного художника России Ивана Мельникова. В итоге почти половина из них разместилась на площадке галереи «Новое пространство». Мы редко обращаемся к этой категории наших творческих людей, а их достаточно много и очень серьезный художественный уровень они показали на этой выставке, чем наши эксперты оказались поражены. И мы тоже очень рады, что выставка получилась очень хорошая, очень качественная и позитивная. Очень интересные, конечно, натюрморты военного времени, да, это тема графики, так широко тоже представлена тема матери, потому что это действительно, как бы такая вечная тема, да, трагедия матерей, которые потеряли своих детей, и она тоже нашла отражение в этой выставке. Предложение принять участие в выставке педагог детской школы искусств Михаил Мазуров принял сразу. Отец художника ушел на фронт добровольцем в 1944 году, а родной дядя погиб, не дожив до победы, всего несколько дней. На полотне искусствовед изобразил отряд партизан в белорусском полесье. И хотя на первый взгляд кажется, что картина написана о мирном времени, рассказывает художник, это не так. По его мнению, никому и никогда не приходилось тяжелее, чем партизанам в годы Великой Отечественной войны. Вот этого забывать никак нельзя, тем более мы, старшие поколения, воспитанные на книгах, на фильмах о Великой Отечественной войне. И подвиг наших сограждан должен оставаться многие-многие годы в сердцах наших людей. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие почетные гости и творческие коллективы Самары области. Свои работы представили 37 муниципальных образований губернии. Лучшие картины отметили дипломами и ценными призами. Выставку можно увидеть в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки до 14 ноября. Вход свободный. Ольга Павловна, Григорий Пришаков. События.